Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэп, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет горячо. Хэдшот ДАУГИЛ МОВИГЛ МОТГАЛО КИДАКО ПАГИА ДЕТАК ДОККА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПОЧТЕНИЕ ИЛИ СУПЕРНОВЫЙ, СУПЕРОРИГИНАЛЬНЫЙ, СУПЕРИНТЕРЕСНЫЙ КОНТЕНТ ВОРФЕЙС Братиш, А ПРАВДУ ГОВОРЯТ, ЧТО В ВОРФЕЙС НОВЫЙ НОЖИК ВИНИК? Есть такое Капитан Очевидность, вот такой вот ножик, только не совсем понятно для чего он. В общем-то, если хорошо подумать, можно им в попу потыкать, особенно если у тебя есть новый розовый шлем. Вообще великолепный комплект, кстати, получается. И кто сказал, что мы нетолерантны? Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. И вот пришло время обозреть, распробовать, попробовать на вкус. Новый контент ВОРФЕЙС на ПТС. ПТС обновили, завезли нам ножик, перчаточки, шлем и, конечно, две невероятно оригинальные пушки. Это слизанный из Call of Duty Warzone ГАЛИЛ, который у нас называется Или ГАЛИЛ что-то сука там. И новый укороченный автомат для инженера СИГ-552 КОМАНДО. Начнем, конечно же, с ГАЛИЛА. Внешне вроде неплохо, но никакой озюминки нет и вообще попахивает стандартной М-кой. Что касается звука, анимации, тоже, знаете, как-то невыразительно. Не то, чтобы плохо, но и не так, чтобы хорошо. Однако невзрачность покрывается весьма неплохими ТТХ. Подкачал здесь разве что урон. По остальным параметрам все в порядке, особенно по темпу стрельбы. Целых 700 единиц. Отдача мягенькая, можно сказать, ее практически нет. Родной прицел неплох, скорее даже хорош. Стрелять из пушки приятно, хотя есть у нее и некоторые недостатки. Дай догадаюсь, в голову ли ваншотит, да? Да нет, капитан, очевидность, в голову она как раз ваншотит. Может быть не всегда, но что-то мне таких ярких моментов не попадалось, когда бы я запомнил, что вот он явно не ваншот. В основном, как ни странно, с ваншотом все более-менее хорошо. Самый главный недостаток это то, что эта пушка явно плохо пилит в тело. Особенно на дистанции. Я это заметил. Может быть это какая-то субъективщина, но по сравнению с тем же Родоном, который у нас, собственно говоря, должен быть в этом же практически обновлении, ну скоро должен появиться, вроде как было, но пока еще нет. Так вот, Родон пилит в тело вообще как Нателло, сука! Новая Беретта практически. А вот Галильчик что-то здесь хромает. Может быть он и получше, чем какая-нибудь Хова Тайпа К-12, но мне кажется, да, какого-нибудь Каца, и тем более Родона он явно не дотягивает. Скорее всего данное оружие будет в новом Баттл Пассе, чует мое сердце, золотой версии я не видел. Так что, судя по всему, все обстоит именно так. Если не придется отвалить за нее большие гроши, то в общем-то в качестве народного оружия вполне сгодится. Высокий темп позволит опытным штурмовикам эффективно пилить головки. Ну а тем, кто решил раскошелиться на новый Родон, я думаю, эта новинка интересна точно не будет. А новая ППХ как? А ППХ, капитан очевидно, и точнее укороченный автомат короткий, СИГ-552, это такая вот ситуация неоднозначная. Сразу хочется обратить внимание разработчиков, конечно же, на прицел. У меня такое ощущение, что в недрах Алот Стим идет, знаете, негласное соревнование на создание самого всратого прицела Warface, а может быть и вообще в истории игровой индустрии. За звание, конечно же, будут бороться такие прямо титаны жанра, как прицел на Кобра и Страйкер Спешл, на JS 9 миллиметров новый, и, вне всяких сомнений, мне кажется, главным претендентом будет именно родной прицел СИГ-552. Вы извините, но я вахуй просто. Кто мог, сука, это нарисовать? Я понимаю, что вы разработчики, а не игроки, но неужели вы вообще не играете в эту игру? Во всяком случае, человек, который рисует прицел, он обязан хотя бы на любительском уровне, хотя бы на ПВЕшках бегать. Что это такое? Это вообще, это что за недоразумение? Я понять не могу. Это напоминает детский рисунок первоклассника, но не иначе. Нет, такой прицел, конечно, допустим, но только в случае, если мы играем, не знаю, какую-нибудь Call of Duty и стреляем с какого-нибудь бомбардировщика, да, самолёта. Вот такой прицел там нормально, но вот такой прицел в игре, это, 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 я не знаю. Ребят, серьёзно? Ну а хрен ли нам? Мы-то раньше делали клон Варкрафта. Нормально. Короче, прицел этот лучше убирать и заменить на что-нибудь другое. Ну хотя бы маркер. Ну уберите вот эту хрень и оставьте точку. Будет просто перфекто. Вот это к вам хотя бы вот единственная главная просьба. Просто уберите всю вот эту обводку. Вот точка посередине и больше ничего не надо. И будет уже вполне годнотелло. Слушай, может они правда проводят какие-то соревнования там по прицелам? Да, и все прицелы нарисовал один человек. Ха-ха-ха-ха-ха. Сука, ну тогда это вообще у проекта в принципе уже будущего нет. Хотя оно и так как бы, да. Подозреваем, ППХ такое же говно, как и прицел, правильно? ППХ, кстати, годная. Да, мы тут отвлеклись на эти прицелы, на наши там разгогольствования. Всё это понятно, всё это шутки. Но ППХ, кстати, годная. Годная. И слава тебе, господи, на неё можно поставить тот же, например, труглый РДС, а не только это родное недоразумение. ППХ годная. ППХ классная. Смотрим на ТТХ и понимаем. Ёпсель-мопсель, да это же гибрид Ктара и Квадроцикла. Темп почти 900. Урон, ой-яй-бун-де-стат при таком темпе. И, собственно говоря, да, эта ППХ выжигает всё живое. В целом и общем, скажем так. Она хороша. Она реально дамажит, она реально сносит головки там, несмотря на броники, не на всё, короче, пилит тело. Вообще никаких претензий по ТТХ, по реальному нагибу нет к ней. Абсолютно. Кроме этого, у этого оружия ещё достаточно бодренькая и красивая перезарядка. Если бы не прицел, наверное, только бы нахваливал. Может быть, внешний вид ещё странноватый. Вы знаете, вот что не хватает? Вот первой и второй пушки. Они какие-то такие, знаете, однообразные, тёмные. Вот как в современных шутерах. Мне во многих современных шутерах, серьёзно, мне пушки не нравятся. Потому что они все какие-то одинаковые. Они какие-то все одинаковые. Они все какие-то чёрные, все какие-то такие вот, ну, невзрачные. Варфейс всегда славился тем, что пушки может быть не как в жизни, я не спорю. Но они классные, понимаете? Если ты берёшь калаш, на нём есть дерево, например. Если ты берёшь какой-нибудь Type 97, он какого-то коричневого такого цвета, специфичного. Если ты берёшь скарчик, он тоже ни на что не похож. И как бы это и было изюминкой, пожалуй. А нынешнее оружие, вот две пушки, для примера, оно вроде какое-то реалистичное. Но и в жизни тоже, собственно говоря, как стволы выглядят. Многие примерно одного цвета, с одного и того же пластикой, и всё одно и то же. В жизни, может быть, нормально, реалистично. В игре не круто, потому что очень однообразно. Поэтому хотелось бы, чтобы разработчики проявили какой-то креатив, и пушки всё-таки каждая была уникальной. А подводя итоги, могу сказать следующее. Новая штурмовая винтовка сойдёт для БП. Допустим, крутить, если это будет донат, её точно не стоит, потому что есть Раддон, и он лучше пилит в тело, да и в целом он лучше. БП-ха хороша, не сказать, чтобы красиво, но в принципе и не уродская. Такая нормальненькая по ТТХ, великолепно жарит, сука, будь здоров. Примерно наравне с Ктаром, наверное, даже всё-таки помощнее. Отдача у неё идёт не как у Ктара вверх, а немножко налево уходит, придётся привыкнуть, но она тоже слабая. Поэтому, в целом, годнотелло. Всем тем, кто купит шлем, удачи мои сладкие. Ну и ждём от разработчиков действительно новый, действительно интересный контент. И, возможно, однажды дождёмся. Субтитры создавал DimaTorzok